По всей стране завершаются проверки магазинов, торгующих пиротехникой. Контрафактную и просроченную продукцию изымают. У продавцов должны быть все сертификаты. Впрочем, никакие документы не помогут, если не соблюдать технику безопасности. Не стоит забывать о ней и в новогодние праздники, когда по статистике количество травм от ракет и петард возрастает в разы. Как встретить Новый год с огоньком и уцелеть, знает Тимур Сиразиев. Сегодня довольно нестандартное видео для моего канала. Случилась у меня такая вот фигня. Получается, петарда взорвалась в руке. Фейерверка не будет. Молодой человек подробно рассказывает грустную историю с несчастливым концом. А этот юноша из Владивостока еще и показывает. Хотел удивить девушку, но удивился сам. Огненные стрелы разлетелись повсюду. И этим парням еще повезло. От них не спрятаться, не скрыться. Огненные змеи особенно опасны в зимние праздники, когда вся страна гуляет и зажигает. Только за одну новогоднюю ночь 2015-го в столице более 50 пострадавших. Группа молодых людей использовала петарду. Петарда не взорвалась. Они склонились над ней обсудить эту проблему. И когда один из молодых людей решил свое мнение высказать, петарда сработала, попала ему непосредственно в рот. Ну, сами понимаете, поражение тяжелое. Дешево, значит, опасно. Чаще всего причиной трагедии становится просроченная или поддельная пиротехника. Большая часть некачественных фейерверков продается без сертификатов качества в подземных переходах или на рынках из-под прилавка. Это торговые ряды на юго-востоке столицы. Говорим, что нужна пиротехника. Нам показывают образцы. Весь ассортимент нам показывают уже на складе. Если полиция сюда нагрянет, продавец отделается штрафом в 50 тысяч рублей. Кроме того, о визите инспекторы должны сообщать заранее. Насколько велик риск использования такой пиротехники? Специалисту хватило одного взгляда, чтобы понять. Купленный нами салют на 128 залпов в Россию везли незаконно. Если его везли года два назад и хранили в сыром складе, то, возможно, свойства продукции, а именно составов и зарядов внутри трубок, а батареи салютов состоят из трубок, могли очень серьезно измениться. В частности, составы могли спрессоваться и отработать, например, на земле, разорвавшись. Или не выдержать высоту разлета. Уж сколько раз твердили и спасатели, и врачи, фейерверки не игрушка. Но поколение Ютуба готово на все ради заветных лайков. Поэтому петарды взрывают в руках, на спор. Кто смог, тот герой. Девять, десять, одиннадцать. Смотрите и думайте. Другой пользователь интернета решил наглядно показать, что бывает, когда петарда побольше взрывается в руке. Кисть сделана из пластилина. Вместо кожи резиновая перчатка. Тут мы видим неполный отрыв большого пальца. Первый палец кисти. Здесь у нас, как видите, разодраны якобы кожаные покровы. В Москве для огненных забав выделено 140 площадок. Здесь все желающие могут устраивать огненные аттракционы. Информация об этих местах есть на сайте правительства столицы. Этот сквер на Звездном бульваре и есть то самое место, где можно взрывать и зажигать. Конечно, обязать всех обладателей салютов Идти на такие площадки и устраивать фейерверки только здесь невозможно. Поэтому спасатели просят выбирать такие же удаленные от домов участки и внимательно следить за тем, как установлена коробка с сюрпризами. Если заснеженный покров обсыпать снегом, если мы с вами ставим на асфальт, то, соответственно, как в данном случае обсыпать песком. Шпаргалка для начинающего пиротехника на каждой упаковке. Следуя инструкции, можно не сомневаться. Этот фейерверк оставит только радостные воспоминания. Тимур Сразив, Екатерина Белова, Валерий Жичкин, Илья Марин, Первый канал. Продолжение следует...